Я предлагаю нам начинать наш сегодняшний открытый урок на тему правильной шаги в карьере HR-бизнес-партнёра. И начну с такого организационного момента. Скажите, пожалуйста, меня видно, слышно и видно ли презентацию? Если всё окей, то поставьте плюсики, что всё супер. Ага, вижу, спасибо. Друзья, возможно, обратили внимание, я иногда буду отводить взгляд. У меня чат открыть на втором компьютере, чтобы я могла не переключаться между картинкой, чтобы было удобнее. Поэтому иногда буду обращать свой взор немного в сторону. Но, знаете, там я читаю вас. Давайте, наверное, продолжим про... Давайте небольшой технический момент скажу, что возможность нашей площадки, она не позволяет вам включить сегодня микрофон. Но это абсолютно не означает, что вы не должны быть активными, не должны быть вовлечёнными. Нет, я вам рекомендую быть активными. Если есть какой-то вопрос на ту тему, на тот момент, который обсуждаем, пишите в чат. Если у вас есть какое-то пожелание высказаться, рассказать свой пример, тоже пишите. Я обязательно всё вслух зачитаю. Плюс у вас есть реакции, сердечки, лайки, дизлайки, огонёчки. Вы их можете ставить, если что-то отзывается, с чём-то согласны или просто хочется поделиться своим позитивным настроением. У нас с вами сегодня полтора часа рабочего нашего времени, продуктивного времени. Тема очень интересная, тема насыщенная. Говорить будем много о чём. Но, наверное, начну с того, что расскажу, почему я вообще сама могу рассказывать про карьеру HR, про карьеру IT, HR-бизнес-партнёра. Меня зовут Дарья Горбатова. Я 13 лет уже, даже, ну, уже 14-й год пошёл, как я работаю в сфере управления персоналом. Это моя такая карьера ещё в современном получении первого лучшего образования, которую я выбрала. И очень радуюсь тому, где я работаю. Мне действительно нравится сфера управления людьми, управления персоналом. Она многогранная, очень глубокая, очень развивающаяся, а тем более активно развивающаяся в сфере информационных технологий за счёт самой специфики отрасли. Я порядка уже 8 лет работаю на позитивный бизнес-партнёр, 5 из которых именно в области IT. Это не единственная моя карьера, которую я строю, то есть я такую портфельную карьеру имею. Второй мой опыт, который уже третий год со мной идёт рука об руку, это карьерное консультирование. Я являюсь сертифицированным карьерным консультантом. Я закончила два образования по этому направлению. Специализация моя HR и информационные технологии. Помогаю людям писать резюме, помогаю людям проходить собеседование, искать работу, строить свой карьерный план, выходить из каких-то сложных кризисных увольнений. На самом деле этот опыт такой интересный, потому что как корпоративный HR ты знаешь всё изнутри, при этом тебе очень даёт хорошее такое понимание, что происходит на рынке, быть всегда вот в этом курсе, в тенденциях тех, а что есть сейчас на рынке труда, как это всё происходит. Поэтому мой такой комбинированный опыт позволит сегодня и на собственном примере, и на собственной карьере. Конечно же, я начала, но не с позиции HR-бизнес-партнёра, это был специалист по управлению персоналом. И это мне всё помогает как раз сегодня рассказывать и делиться тем опытом, делиться той темой, которая у нас сегодня заявлена. Третий мой опыт, и почему, собственно, отус и я здесь уже второй. Да, второй год идёт, как я работаю в отусе как онлайн-преподаватель. До этого я являлась больше преподавателем, таким оффлайном, делала дополнительные курсы по HR. Сейчас я являюсь преподавателем курса IT HR-бизнес-партнёр. Я являюсь руководителем курса IT-карьерный консультант и являюсь приглашённым карьерным экспертом на разнообразных карьерных вебинарах. Если у вас будут вопросы, останутся какие-то темы, которые захочется обсудить, есть контакты, поэтому, если что, как говорится, пишите, звоните. Ко мне можно на «ты», если даже в чате будете писать, просто по имени на «ты», мне ок, мне комфортно. Поэтому я предлагаю нам с вами переходить к сегодняшнему вебинару. У нас за сегодняшние полтора часа мы успеем обсудить многое, но всё-таки хочется погрузить вас на большую структуру, рассказать, а что же будет. Мы с вами познакомимся. Да, я рассказала о себе, но в том числе и буду вам благодарна, если вы напишете в чат немного информации о себе. Я вам расскажу об «Отусе», и как корпоративный HR, и как сотрудник компании. Расскажу, чем «Отус» примечательен, в чём его особенности, фишка. И мы поговорим про бизнес-партнёра. То есть основную нашу тему мы, конечно же, плодотворно и большую часть времени посвятим. Мы поговорим о самой роли, то есть что она в себя включает. Конечно, круто знать, как тебе к этому прийти, какими инструментами, но нужно понимать, к чему ты стремишься, что там внутри-то в этой роли. Это, как знаете, очень часто есть такое мнение, что в IT вообще всё классно. Там люди работают по 4 часа, зарабатывают миллионы денег, лежат где-нибудь на бане, но на самом деле нет. Порой IT-шники работают очень много, даже больше, чем 8 часов. Переработками, да, действительно уровень заработной платы чуть выше, но не всегда это такой заоблачный, как и ожидается. Поэтому понимать о том, что же внутри роли бизнес-партнёра нужно, и мы об этом сегодня поговорим. В этом мы поговорим о том, какие же есть вообще карьерные формы и из каких ваших вариаций карьерных форм вы можете прийти на эту роль. И поговорим об вашем индивидуальном плане развития, то есть а как мне его наполнить, чем, какими инструментами, к чему мне, что мне нужно развивать, чтобы эту позицию получить. Поэтому мы полностью погрузимся в роль, профессию бизнес-партнёра. Я вам также расскажу о нашем курсе IT-карьерный, IT-HR бизнес-партнёр. Я вам расскажу о том, какая у нас программа, кто у нас преподаватели. Мы погрузимся в наш лендинг, посмотрим дополнительную информацию о курсе, которая есть, и в том числе после всей такой больше теоретической части посмотрим на аналитику рынка, а что сейчас есть у бизнес-партнёров, сколько нас на рынке, сколько мы зарабатываем денег, какая вот эта вилка той самой желанной роли. Мы это всё посмотрим, обсудим и в конце немножко порефлексируем. В конце обязательно напоминаю и буду вам очень благодарна, если вы заполните опрос по занятию нашему сегодняшнему, дадите обратную связь, потому что из вашей обратной связи мы формируем как раз тематики на будущее и какие-то коррекции вводим в наши уроки, поэтому не забывайте, у вас есть в чате ссылочка, я ещё в конце тоже дополнительно продублирую. Поэтому начнём с знакомств. Я вам рассказала о себе, кто я, что я, откуда. Напишите в чат тоже пару строк, пару предложений о себе. Как вас зовут? Ну, я вижу, как вас зовут, потому что у вас есть имя. Можете написать, какой город, какая компания, есть у вас опыт в IT или нет и какая ваша цель от сегодняшнего урока, что вы хотите узнать, что вы хотите, может быть, изучить. Может быть, вы пришли послушать, может быть, вы рассматриваете для себя эту роль. Вот напишите, поделитесь. Я почитаю в чате, что есть у нас. И пока вы пишете... Да, кстати, чат немножко с задержкой, поэтому я чуть позже буду к нему возвращаться. Пока вы пишете о себе, я хочу вам рассказать про Отус, про этот онлайн-университет, который нас сегодня с вами собрал. Поэтому давайте немножко расскажу, а потом вернусь к знакомству с вами. Я сама об Отусе узнала, будучи HR-бизнес-партнером в предыдущей компании. То есть это было... Это уже было три года назад. Когда в одну из зон ответственности стало уходить обучение, очень много посыпалось заявок на обучение айтишников в Отусе. И я первое время думала, что это, о чем это, что такое Отус. И я решила посмотреть, почитать побольше, узнать. И в том числе я спросила у самих сотрудников, я говорю, а почему именно он? Чем так вот и замечательно. Я говорю, слушайте, ну, насколько там знаем, учились и наслышаны, очень классные... Да, очень классные... Как там? Материалы, очень классные преподаватели. И это онлайн-площадка, которая специализируется именно на обучение айти. Технический момент в чате. Галия пишет, а что-то уже началось у меня тишина. Да, уже идет. Плюсики в чат ставили, что есть звук, есть картинка, поэтому попробуйте перезагрузиться. Вижу, кстати, Юль написала. Москва, консистент бизнес-групп. Хочется узнать про трек карьерный в общих чертах, в IT 4 месяца, в профессии 2 года. Классно. Отлично. Спасибо, Юль. Чарджи, но больше с упором в подбор и адаптацию IT-персонала. Катя, вы моя коллега. Я начинала с такой же примерно позиции подбора и адаптации. Хочется двигаться в сторону бизнес-партнера. Добро пожаловать. Прохожу собеседование, но не хватает экспертизы. Не хватает экспертизы в других блоках. Хочется узнать, с чего начать, куда двигаться, чтобы попасть в бизнес-партнеры. Отлично. Дарья, Чарль написала, добрый вечер. Дарья, Чар, привет. Напиши немножко о себе. Но у нас, я вижу, 20 участников, поэтому вы пишите, не стесняйтесь. Итак, возвращаясь к ОТУСу. Я поняла, что ОТУС очень такой топовый и востребованный, с хорошей репутацией среди самих же IT-шников онлайн-площадка. Но когда я уже пришла в компанию ОТУС как преподаватель, а не как человек, который отправляет своих сотрудников на обучение туда, я гораздо больше и лучше погрузилась. То есть я поняла, что ОТУС это не просто набор каких-то курсов, а это очень большая специфика по направлениям IT. Но при этом это не просто, вы знаете, такой вот разработчик. Нет. Это еще и деление на все те уровни сеньорности, которые есть в IT. То есть есть для тех, у кого мало опыта, есть для тех, кто уже, есть даже курсы для тимлидов. То есть вот эта вот фишка, особенность, она есть. При этом у ОТУСа есть лицензия образовательная, то есть по окончании обучения вы получаете сертификат об обучении, диплом о повышении квалификации и, что немаловажно, для некоторых особенно сейчас до 2 мая все могут сдать налоговую декларацию, чтобы получить налоговый вычет. Поэтому некоторые на это обращают внимание, вот такая возможность сеть, и это тоже плюс. Если же говорить про курсы, то, как я и сказала, направления разные, то есть от джуна до лида, джу, мил, сеньор, лид, и много направлений. То есть, да, классическое программирование на разных языках, которые только есть, существуют, это есть. Про инфраструктуру, которая сейчас активно в связи с как это, импортозамещением развивается, тоже есть. Тестирование, тестирование тоже есть. Меня тут подключили к курсам, тестирование по, тоже карьерные, разнообразные встречи, вебинары проводить, и ты действительно понимаешь, сколько же там вот этих нюансов, у каждого какой-то свой. Поэтому тестирование, аналитика, которая сейчас есть, также с датистентинскими, все, что связано с данными, с обработкой, с визуализацией есть. С геймдевом, хоть и говорят, что он там в России умирает, нет, он очень даже жив, очень крутые есть проекты, поэтому геймдев, да, информационная безопасность, которая сейчас просто рвет весь рынок по уровню, это прям еще, еще как востребовано, и есть в том числе курсы по управлению. То есть, например, курс IT, HR, бизнес-партнер, он как раз находится в управлении, потому что, как мы понимаем, бизнес-партнерство, это как раз связано с управлением, людьми, управлением, педкаунтом. В ОТУСе, почему-то у меня закончилось, но давайте немножко помню, расскажу про цифры. В ОТУСе примерно 130 курсов существует, то есть, очень много направлений вот этого деления, поэтому каждый найдет для себя какую-то ту область, ту специализацию, которая интересно, востребована ему. ОТУС существует не вчера, даже не позавчера, а уже на рынке 7 лет, 7 лет для онлайн-образования, такой хороший срок, стаж, и это как раз показывает качество наполнения и ценность того материала, который предоставляет. Порядка 23 тысячи выпускников выпустилось из ОТУСа за этот период, вот это, знаете, как сообщество, которое создается вокруг ОТУСа, да, читает чаты, боты, использует, читает каналы, приходит на открытый урок, порядка 430 тысяч человек, то есть прям такое сообщество вокруг создается очень большое. Если говорить про преподавателей, то около 600 преподавателей на курсах работает, и, наверное, такая, знаете, главная фишка, особенность в том, что преподаватели все практики, то есть это не история про теоретиков в институте, который изучил материалы и рассказал, это человек, ну вот как я, который там еще час назад закончил сводить данные по рынку, понимать, что делать с специалистами, с своим хэдкаунтом, и пришел к вам, вот чтобы рассказать, поделиться этим опытом. Поэтому данные действительно преподаватели свежи, они очень актуальны, и там из личного опыта мы всегда меняем, как сказать правильно, даже не меняем, актуализируем материалы к урокам, которые проводим. Если там за мной закреплен, например, урок адаптации, я все равно каждый раз его смотрю, проверяю, что-то дополняю, какие-то новые примеры, потому что там от курса курса все равно что-то у тебя появляется новое. И вот это плюс, такой, знаете, живость материала и открытость, потому что у вас с любым преподавателем есть телеграм-канал, где есть все, вы можете написать в общий чат поговорить, обсудить, вы можете написать какую-то тему, которая беспокоит, поделиться опытом какие-то материалы. И вот это вот сообщество, которое создается таких реальных экспертов, это очень ценно и круто. Поэтому если говорить про отовство, цифры лучше всего скажут и расскажут. Но давайте я немножко вернусь к вам, к знакомству с нами. Анна написала, добрый вечер, Москва, работаю в HR, но хочу переходить на роль HR-бизнес-партнера. Как сделать переход? Был опыт HRG, потом упор в кадровое отдело производства и автоматизацию. Ну, опыт очень, на самом деле, хороший, потому что есть КДП, хоть и там бизнес-партнер КДП, в частности, не идет, потому что чаще все в центре экспертиз, но ты все равно с ним всегда при любом моменте сталкиваешься и знать его нужно. Поэтому это очень круто. Здесь проекты по автоматизации у HR-бизнес-партнера примерно 30% все равно занимается какой-то проектной деятельностью. Поэтому ваш опыт очень классный и будет очень полезен. Дарья Воронеж, менеджер по персоналу в крупной электротехнической компании. Профессии 4 года. Хочу развивать себе навыки для HR-бизнес-партнера, так как в ближайшее время будет вводиться данный должность компании. Дарья Воронеж, ну все. Сегодня составим ИПР, чтобы в ближайшее время на эту роль попасть. Александра, HR-бизнес-партнер в IT-компании. В IT уже 5 лет, бизнес-партнер 2 года. Хочу для себя понимать ветки развития и горизонт расширения компетенции. Мне кажется, бизнес-партнеры это такое тоже профессия, роль, которая очень многогранна. И вот даже понимание не у всех на рынке об этой профессии, оно правильное, я бы так сказала. Поэтому давайте ближе к нашей теме, к нашей теоретической части перейдем. Цели. Какие же у нас сегодня цели нашего вебинара? К концу занятия вы сможете сформировать вот это понимание роли HR-бизнес-партнера, горизонты, какую роль он выполняет, кем он выступает. Возможно, что-то вы слышали, но немножко посмотрим под таким новым углом с учетом всех трансформаций, которые есть. Мы определим те пути входа в роль, которые есть, то есть как все-таки в эту роль, в позицию зайти, и в том числе поговорим даже, куда вы можете выйти дальше. И поговорим про инструменты, то есть, а что вам поможет развить какие-то определенные компетенции или какие-то навыки, чтобы этот эффект получить. И про это мы поговорим сегодня. Поэтому хочется сказать о роли HR-бизнес-партнерства и начну с такой очень простой мысли, что HR-бизнес-партнер это не одна роль. На первый взгляд, кажется, что? Ну, в смысле, а кто еще? бизнес-партнер это как правильно сказать? Человек, который совмещает в себе несколько направлений деятельности, несколько ролей, входящие в это понятие. Я думаю, что многие из вас сталкивались и знаете. Сейчас, момент у меня тут технический. вы наверняка знаете и слышали тот, кто работает бизнес-партнером уже, наверняка с этим часто сталкивался, очень любит об этом говорить, про такую теорию Дэвида Уильриха, который основоположник вообще термина понимания и подхода к бизнес-партнерству, который говорит о том, что бизнес-партнер это та единица, которая находится на пересечении, на стыке между компанией, бизнесом, целями и между сотрудниками, так знаете, на весах, при этом вы выполняете четыре роли. Это стратегический партнер, это агент изменений, административный эксперт и представитель сотрудников. Если копнуть в каждую роль, что в ней кроется? Если мы говорим про управление стратегическими человеческими ресурсами, то есть та самая роль стратегического партнера, и часто вы можете встретить в описаниях вакансий, вообще в самом понимании, взаимодействии в ваших функциональных обязанностях, что бизнес-партнер должен преломлять стратегию на реальную задачу, на работу с людьми. Поэтому одним из результатов труда и деятельности бизнес-партнера является как раз реализация стратегии по управлению персоналом, человеческими ресурсами. И если же здесь говорить про некую активность, про что должен делать бизнес-партнер, то здесь может подойти такая метафора как стратегический партнер, а именно согласование HR и бизнес-стратегии. То есть такое проведение диагностики, когда ты понимаешь, как твои задачи ежедневные, ежемесячные, более какие-то большие, крупные, проектные, как они преломляются в разрезе стратегий. При этом вы являетесь и административным экспертом. Это вот как раз история про Аню, да, писала про Аню, про то, что есть опыт в кадровом отделе производства. Когда ты административный эксперт, ты обладаешь экспертизой во всех направлениях HR, но ты можешь где-то быть глубоко экспертом, где-то ты можешь быть таким, ну, это не эксперт, да, поверхностный эксперт, это будет вся часть стран, но ты должен какими-то знаниями обладать. Но при этом ты можешь, как одна из твоих задач и активностей, ты можешь перестраивать организационные процессы, которые есть в компании. И на самом деле на личном примере, наверное, здесь расскажу. Я, ну, то есть компания, у меня было несколько за мой период работы, и как бы куда-нибудь приходило, у меня почему-то всегда была одна из ключевых задач, это задача с адаптацией, то есть ее нужно было либо сделать с нуля, либо скорректировать. У меня всегда возникало это, приходишь в какую-то компанию, опять адаптация, опять она, но на самом деле ты понимаешь, что этот процесс такой очень операционный, он действительно требует доработки, усовершенствования, упрощения, где-то автоматизации, где-то в принципе внедрения, потому что нет, и там компания считала, что это не нужно, и то есть ты таким образом перестраиваешь вот эти процессы. но немаловажной функцией и ролью бизнес-партнера является управление сотрудниками, потому что все то, что вы делаете, да, это на благо компании, на благо этих денег и достижения целей организации, но вы и в том числе должны быть в тесном контакте с сотрудниками, вы их являетесь представителем. Я, например, считаю, ну, то есть в компании, где я работала, не было выделено у человека people-партнера, да, то есть человек, который больше общается с сотрудниками, снимает их настроение, ты обычно совмещаешь себе эту роль. Это, конечно, зависит от твоего хэдкаунта, от того, сколько людей находится в твоей зоне ответственности, но, например, на текущем моменте это было порядка именно прихода около 300 человек, и я посчитала, что я должна, мне нужно познакомиться все равно с каждым. То есть, да, ты там на протяжении нескольких месяцев с ними общаешься, ты ставишь короткую встречу 30 минут, но ты слушаешь сотрудников, ты отвечаешь на их вопросы, какие у них возникают. При этом ты им, так сказать, показываешь им, что ты их помощник. То есть, многие люди реагируют на это странно в разрезе, что зачем ко мне пришел HR, он будет меня увольнять. Нет, просто поговорить, вы их представители, вы должны все свои процессы, все свои задачи, которые выполняете, вы их должны реализовывать в связи с тем, а что хотят люди, а что там в массе происходит. Но чтобы все вот это тоже, знаете, предпрощать в жизнь, вы должны понимать, что вы являетесь тем самым агентом изменений. То есть, вы какие-то процессы оптимизируете, вы внедряете что-то новое, но управлять вот этими ожиданиями, управлять изменениями, отрабатывать несогласие, непринятие этих изменений, это тоже нужно уметь, и это одна из таких функций и задач бизнес-партнера. Поэтому формируется вот это вот как раз такая вот история про весны, что а ты где, ты про сотрудников, ты про компанию, ты про бизнес, или все-таки мой уклон делом сотрудников, поэтому важно сохранять этот баланс. Вообще, если посмотреть на модель бизнеса, такой HR, операционный HR-модель, то вообще принято считается, что сейчас она такая трехчастная больше модель, когда у тебя есть HR-бизнес-партнеры, есть центры экспертиз, которые ты делаешь, и есть сервисные центры. Вот там даже компания, где я работаю сейчас, это тоже так же. То есть, вот там отдел бизнес-партнерства, отдельно в центре экспертиз подбор, оценка обучения о развитии, орг-дизайн, F&B, и есть там центры экспертиз выделения кадрового дела производства, например, сервисный центр, заявки, выдача справок, приемы, оформления сотрудников. Считается, что в связи с теми изменениями, которые сейчас происходят на рынке, все те тенденции, которые замечаются в последнее время, будет немножко модель перестроена. То есть, да, центры экспертизы у нас остаются, но они обретают такое новое немного значение видения, и у них туда уходит история про более качественный сервис. При этом во главе всей структуры есть директор и персонал, но отдельно выделяется вот это стратегическое управление талантами, отдельно есть решение каких-то проблем, кейсовых ситуаций, да, вот там нужно кого-то уволить, а там вот все вот так вот сложно, давайте решать какие-то проблемы. И есть вот эти вот операции-сервисы, объединенные центры обслуживания, трудовые отношения, аналитика, человеческого капитала, HR-технологии, а во главе всего этого HR-CEO, то есть, это шеф Chief Operation Officer, ну, то есть, такой операционный директор по персоналу, то есть, здесь, видите, еще дополнительная прослойка появляется. И вот мы от этой вот такой трех новой, трехчастной переходим в немного скорректированную модель. И вот из этого всего мы видим и получаем, что все-таки HR-бизнес-партнер, это не одна роль, а это четыре роли. И между этими ролями теряется вообще понимание вот этой сложности роли HR-бизнес-партнера. Да, ты вроде тут на каких-то постоянных изменениях, а тут ты сотрудникам отрабатываешь увольнение, тебе срочно нужно кого-то удержать. Поэтому ты появляется, роль твоя как операционного менеджера, где ты оцениваешь и отслеживаешь результаты политики, процедуры. А здесь не видно, не отображается. Стратегический партнер, когда на уровне организации ты внедряешь стратегию для постоянных изменений. При этом ты являешься медиатором решения каких-то индивидуальных ситуаций, которые бывают с сотрудниками, или какие-то просто ситуации массовые. При этом скорая помощь. То есть ты должен очень быстро оперативно отреагировать на какие-то изменения. Вот очень про скорую помощь называется события 22-го года, когда они произошли, когда к тебе, как HR бизнес-партнеры, приходят все, спрашивают, а что, а как, а что мы делаем дальше, а ты понимаешь, что ты сам не знаешь, тебе бы кто-нибудь пришел и рассказал, что нужно делать, а тут и вот ты должен понимать, что какие-то действия необходимо очень быстро и срочно принимать. Поэтому, как стратегический партнер, вы развиваете лидеров следующего уровня, поколений, фокусируете орг, фокусируете орг структуру на стратегических целях, то есть не просто к вам пришел руководитель, сказал, так, мне нужна новая группа, и вот Петя будет руководителем. Так, погоди, а зачем нам эта группа, для чего, а как это вообще с нашей целевой структурой картины вяжутся, какие, как мы цели бизнеса достигнем этим, то есть не просто картины. Вы определяете, как бизнес-партнер может поддержать бизнес, определяете потребность в талантах, меняете HR-стратегию для адекватного ответа на потребности бизнеса, все задачи, которые есть, приоритизируете, определяете проблемы с талантами, новые стратегии для бизнеса, критические какие-то HR-метрики определяете, оцениваете HR-эффект инициатив, который вы проводите и предоставляете потребности в талантах бизнеса внутри организации. Как скорая помощь, вы быстро реагируете на вопросы-запрос линейных менеджеров, быстро реагируете на жалобы, реагируете на потребности руководителей, сотрудников и нужно пытаться быть всегда вот в этой готовности к различным возникающим ситуациям. Как операционный менеджер, вы доводите до сотрудников к культуру, оцениваете отношения сотрудников внутри, определяете тренды в поведении сотрудников, разрабатываете программы для поддержки, информируете сотрудников в политиках, процедурах и информируете о разнообразных HR-нициативах. Здесь, например, как у нас, например, мы не так давно вели проект «Карьерный шаг», когда происходит переход сотрудника с уровня на уровень, с позиции на позицию. Мы провели пилот, но нам же нужно массы это пустить рассказать. Мы собрали встречу и сотрудникам рассказали, что, смотрите, у нас теперь есть такой-то новый процесс. Он выглядит так, он нужен нам для этого, материалы лежат здесь-то. Вот такие у нас есть примеры. Понятное дело, что это там не тремя предложениями это часовая встреча, но, тем не менее, вот такое операционное в моменте что-то быстрое такое рассказание, затягивание и деление опытом это входит в понимание роли HR-бизнес-партнера. Ну, как медиатор, это все, что связано с конфликтом внутри организации, внутри сотрудников, внутри руководителей, между сотрудниками, руководителями, какие-то организационные изменения, политические вопросы, если они есть, то тоже вы этого все вовлечены. Поэтому получается так, что HR... Проблема с PDF-кой. Поэтому получается, что вы как такой... Что в связи меняющейся вот этой модели, да, перехода от таких классических выриховских описательных функций того, как должен выглядеть бизнес-партнер, переходите в такую новую, вот так давайте сделаем, модель компетенций под новой реальности, которая возникает. И здесь у вас появляются новые компетенции, которыми вы должны обладать для того, чтобы быть успешным в этой роли. То есть, да, проактивность, она была и остается всегда, все свои решения делать как бы предугадывая, что может быть и делая их сейчас, а не откладывая в дальний ящик. Если мы говорим про непрерывное обучение, то даже не относящиеся к IT, это, знаете, как валить в стране чудес. Чтобы остаться на месте, нужно бежать. Чтобы сейчас в реальности быть где-то впереди, где быть передовым, необходимо постоянно обучаться, получать новые знания, развиваться. Поэтому все 25 человек, которые сегодня присутствуют, это на самом деле круто, вы уже занимаетесь непрерывным обучением. Также лидерство, потому что бизнес-партнер, он лидер, он курирует свое направление, он предлагает идеи, выдвигает идеи, их отстаивает, и он вносит новые мысли, новые какие-то решения приносит с рынка, с мировой практики, он их внедряет, он пробует что-то новое. Ну, я сейчас не буду говорить про искусственный интеллект, который заполонил абсолютно все и вся, буквально сегодня обсуждали выполнение тестовых заданий с искателями при помощи искусственного интеллекта. Это есть. Поэтому в условиях вот этой современной реальности меняются те компетенции, те навыки, те уклоны, на которые необходимо акцентировать свое внимание при поиске работы. Поэтому если мы говорим, подводим черту первого относительно позиции бизнес-партнера, то стоит сказать, что она трансформируется в условиях реальности и тенденции рынка, которые есть. Но вот эта связь и сочетание между бизнесом и людьми, сотрудниками она все равно остается. И для вас как такой первый шаг понимания, как мне прийти в эту роль, в эту карьеру, в этот путь, вам необходимо понять, какие компетенции все-таки важны, на чем сейчас уклон, приоритет и каких бизнес-партнеров хотят, каких их видят на рынке. Для этого вы уже первую основу создадите для того, чтобы понимать, что мне нужно развить и дополнить в себе. Поэтому если есть вопросы по именно части роли бизнес-партнера, по пониманию такой вот, где он между кем, как, за что он отвечает, в роли кого он выступает, задавайте, а мы плавненько пойдем в карьерные формы и вариации, варианты перехода. Но чат, я напоминаю, по-прежнему с надежкой. Я буду понимать, что если вопросов нет, да, там без минусиков, без всего, просто если вопросов нет, мы идем с вами тогда дальше. Карьерные формы. Тема тоже очень интересная, и я думаю, что некоторые из вас слышали, видели, мы, кстати, тоже в рамках курса разбираем карьерные вот эти формы, я в том числе веду урок про индивидуальный план развития карьерных бизнес-партнеров, где мы разбираем. Вот скажите, кто-то знаком с такой картинкой, с таким типом карьер? Если да, то поставьте плюсик в чат, типа, ой, да, я точно это знаю, я это видел, или нет. Ну, плюс видел, знаю, минус нет, не понимаю, что за схема, блок схемы тут нарисовано. Ага, Ксюша плюс, Юль, Катя, минус, аж минус, ага, вижу, спасибо, отлично. Я надеюсь, что это на карьерные формы были, а не про вопросы. Смотрите, но это либо карьерные формы, либо это как-то типы карьер называется, то есть такая схематичность того, какой у вас вид карьеры и как вы развиваетесь. Здесь на самом деле есть история про то, что, например, как мы видим, T-shape от T-shape карьера отличается именно добавлением специализации. Мы сейчас каждую копнем, углубимся, какая есть из них и в чем есть, но в зависимости, наверное, от того, чем вы обладаете, какими знаниями, какой у вас опыт, в чем вы эксперт, какой у вас ключевой такой навык знаний и развития, это как раз влияет на дальнейшее развитие вашей карьеры. Здесь не все многообразие, там, знаете, у нас два каких-нибудь определения и начнется вот полностью вот эта лепка. Там есть еще и другие вариации, но это основные, которые подходят нам для бизнес-партнерства. Если говорить про первый тип карьеры, а именно карьера, это тип карьеры, когда сотрудник представляет для себя специалистов. Вот прям специалист, который он исключительно специализируется на этой сфере, он не выходит за ее рамки. То есть такой прям эксперт в глубинной очень узкой области. Например, юрист по трудовому праву. То есть ты, да, юристы вроде бы как-то много про все, но юристы, они очень же сильно норобятся, они очень сильно все внутри распределяются, поэтому юрист по трудовому праву или эксперт по охране труда это вот специалист такой очень узкий. Вот человек строит свою карьеру в этом направлении, ему это не особо интересно, особо он никуда не хочет развиваться. Такой тип карьеры есть. И если вы там сейчас понимаете, что вы находитесь в таком типе карьеры и вам не хочется основным дальше оставаться, то как раз для вас второй тип это T-shape карьера и бытует мнение, что HR бизнес-партнеры это классический пример T-shape карьеры. Но спорное мнение на самом деле я бы не так очень топорно не называла бы это, потому что T-shape это ты как сотрудник имеешь список смежных сфер, которых ты не имеешь прямо ты не эксперт глубинный, но ты добавляешь какие-то дополнительные знания, вот это разносторонность и мультизадачность. То есть, например, когда ты был, вот как здесь, например, ты был специалистом по подбору, ты был рекрутментом, да, у тебя иногда были дополнительные задачи, и ты вот за счет того, что ты эксперт в одной и дополнительно обладаешь сим, ты можешь как бы вот отвечать за все, например. нет. Но на самом деле, почему это тоже такой путь возможен, он есть, то есть, ты работаешь специалистом по подбору, и ты решил свой карьерный путь дальнейший строить именно бизнес-партнерство. Тебе необходимы дополнительные задачи, дополнительные какие-то проекты, ты можешь подключаться к аналитике, например, ты можешь подключаться к кунбордингу, и вот ты уже начинаешь так вот потихонечку дополнять, дополнять, и ты вполне такой джуниор бизнес-партнер имеешь место быть. Конечно, мы помним предыдущую часть урока, где как раз про стратегию, про операционку это все было, поэтому это тоже не забываем. Но на основе этой T-шейп-карьеры были выстроены так называемая группа комп-шейп-модели, и сюда входит уже P-шейп-карьера, E-карьера, ну или M в зависимости от того, как расположить V-карьера и X-шейп-карьера. Если же говорить про P-шейп-карьеру, то она в том числе бодируется, основывается на том, что у тебя уже не одна сфера какая-то одна, а у тебя две сферы, в которых ты эксперт, и вот ты еще сверху выполняешь. То есть, например, бывает такое, у меня даже был такой пример, ну и я, не совсем про меня правильно говорить, я чаще всего была все-таки там дженералистом, но процентов 80 у меня занималась все равно рекрутным, рекрутным его сопровождение, дистанционное обучение, аналитика после всего этого. Это все получается, что ты и про подбор, и про обучение. Вот можно уже выстраивать. Часто бывает, что в вечаре, что люди из-за кадрового дела производства переходят. Тоже им становится скучно, им становится неинтересно, и человек хочет чего-то нового, чего-то попробовать, поэтому бывает такое. Поэтому, если вы понимаете, что у вас уже есть экспертиза в двух направлениях, то вы, как бы, очень, у вас очень логичный путь, правильный в бизнес-партнеры. Катя спрашивает, как попало я в обучение, внутри компании переход. У меня был переезд из города в город, и на тот момент была как раз позиция тренера открытым, и он говорит, а не хочешь ли попробовать, ты все равно там периодически что-то ведешь. Я говорю, ну давайте. Я, конечно, честно, я боялась первых тренингов, потому что это была аптечная сеть, и я работала до этого в бэк-офисе, да, в офис, мы все понимаем, а тут прям в бизнес. То есть здесь, я помню свой первый тренинг, когда у меня был активный продаж тренинг, то есть рассказывать там, как продавать, какие выстраивать медицинские цепочки, ну там, товары, да, как продавать, у тебя пришел человек за одним товаром, как составить ему комплексное лечение. И ты вот стоишь такой вот, первый тренинг, и перед тобой 16 директоров в аптеке, у которых колоссальный опыт в этом всем таки, ну давай, рассказывай. Было страшно, но все проходит. Поэтому P, shape, карьера, это очень тоже логичный путь перехода, и вы можете, для чего вам это, для чего я включила этот урок сегодняшний, для, ну, некого такого с вами анализа, то есть посмотреть, покопаться, а я, у меня какой тип карьеры, мне насколько будет сложно, а я действительно могу, да, почему бы и нет. V, shape, карьера, или shape карьера, они кардинально, ну, так считается, что кардинально отличаются по своей сути, и V, shape карьера, она демонстрирует карьеру, когда сотрудник на протяжении всей своей карьеры получает различные знания из различных смежных компетенций, и он в итоге получает очень-таки углубленные знания из смежных компетенций. Ну, как тут написано, звучит сумбурно, однако все становится проще, если обратить внимание на форму самой модели. То есть идея заключается в том, что сотрудник изначально, то есть ты не имеешь каких-то глубоких познаний, но ты из смежных получаешь, и таким образом ты вот эту вот себе роль наращиваешь. О, классно. Минутка таких милых, да, у меня факультет социально-политических наук первого, высшего, а второе, юридическое образование Деменского университета, да, высшее образование Ярославской. Вот, поэтому такое тоже имеет место быть, это не, знаете, не совсем про бизнес-партнерство, потому что, ну, не про бизнес-партнерство, не совсем про HR, эта тема подходит, потому что ты можешь обладать какими-то смежными компетенциями, но ты настолько полно не обогатишься. Ну, то есть, например, если ты был руководителем проекта, вот такой, знаете, классический айтишник, и, в принципе, руководитель проекта, это функция такая, которая вот как раз собирает знания, собирает, собирает отовсюду, здесь, здесь, там, как управлять проектом, здесь по предметной области получила, здесь немножко про аналитику, по цене, вот, если ты не вырос внутри. И вот даже если ты ведешь проекты в области HR, перейти прямо вот на позицию HR бизнес-партнера станет сложным. Если ты архитектор, когда ты строишь систему, ты можешь занимать позицию, например, руководителя в аналитике, тогда да, не в аналит, ну да, в аналитическом секторе, а вот с руководителя проектов перейти на HR бизнес-партнера такое не получится. Поэтому давайте посмотрим те карьерные пути, которые есть. У нас, ну вот сейчас на слайде это очень такая упрощенная схема, давайте так назову. У нас на курсе в рамках тоже путь, у нас есть урок путь HR бизнес-партнера, там схема, нарисованная в Миро, она просто, знаете, там, я когда первый раз увидела, думаю, о боже, серьезно, что это? очень много путей с разбивкой по уровню и прям вот какие траектории куда переходят, но в рамках урока давайте такую более облегченную версию посмотрим, кем вы можете быть и откуда прийти на позицию HR бизнес-партнера. Первое, что написано, лид направления. Лид направления, это, конечно же, про направление HR. Я неоднократно видела пути перехода, когда ты, например, руководитель группы обучения или ты руководитель группы отдела подбора по персоналу. То есть, когда ты имеешь компетенцию вот эту, вот такую управленческую, вот управляешь людьми и ты занимаешь процессы и ты все равно, когда руководящую позицию занимаешь какого-либо направления, ты в тесной взаимосвязи со всеми другими направлениями, ты понимаешь специфику их работы, какие-то основные моменты. Поэтому путь вот этот от лида в бизнес-партнеры, он логичный, он понятный, он очень такой хорошо ложится. Но здесь нужно понимать, что при таком переходе ты, скорее всего, потеряешь в чистом виде такую управленческую функцию изначально, но ты приобретешь больше такой опыт как-то не вертикальный, вертикальный, то есть, когда ты будешь экспертизу наращивать. Почему? Потому что бизнес-партнеры это тоже позиция, которая чаще всего имеет сеньорность, то есть джун, мидл, сеньор. Сеньорный бизнес-партнер человек, который имеет под собой команду бизнес-партнеров. Ну, там по-разному в компаниях может называться, там может быть, не сеньорный бизнес-партнер, какой-нибудь, например, руководитель направления, начальник управления, то есть такой верхний уровень, ну, но еще не директор персонала. Вот. И когда ты переходишь с позиции льда направления, то чаще всего ты перейдешь на позицию либо джуна, либо на мидла. Но на сеньора сразу в ряд. Если про второй путь, чар-дженералист, путь тоже очень такой, знаете, логичный, но особенность, наверное, нашего рынка труда одно время было очень, ну, прям модно, популярно на Хантере, везде были позиции, ну, HR-специалист, потом появился HR-менеджер, потом HR-менеджер очень быстро сменился на HR-дженералиста, потом появились бизнес-партнеры. И вот если мы там, да, вспомним первую часть урока, то мы говорили, бизнес-партнер, он взаимодействует с энтрами экспертиз, но бизнес-партнер напрямую не ведет подбор сам, бизнес-партнер не создает сам какое-то обучение. Ну, понятное дело, если вы хотите провести метап на свою какую-то тему, это ваше желание, да, но не в чистом виде. Поэтому отличие вот это ключевое генералиста будет от бизнес-партнера в том, что ты уже руками так много не делаешь, что ты более верхнеуровневую позицию занимаешься, взаимодействуешь с энтрами экспертиз. И здесь важно понимать, когда вы открываете тот же самый Хантер, читаете описание вакансий, если вы видите бизнес-партнер, вот у меня прям такие вакансии очень смешат отчасти. Ты видишь, и там 70% времени это подбор. У меня был у самой такой переход, когда я перешла с позиции, она называлась начальника дела, ну там проще можно, да, и называть тоже бизнес-партнером. Я перешла в IT-компанию небольшую, и да, позиция была бизнес-партнерами, и сказали, ну подбором все равно нужно будет позаниматься. Я отработала три месяца, и я поняла, что я не могу уже заниматься подбором. Мне на тот момент настолько он сидел в печенках, я, конечно, извиняюсь за такое грубое сравнение, но действительно, мне прям было тяжело, потому что я не могу, я не хочу звонить людям, я хочу классическую роль понимания бизнес-партнера, вот без этого всего. Поэтому, когда у меня был поиск работы, я даже сразу отсекала такие вакансии. Поэтому вот разница между дженералистами и бизнес-партнером у вас как раз будет заключаться в уходе от операционки, от такого прям выполнения руками в более верхнеуровневую управленческую функцию. Здесь важно понимать, что это еще и будет зависеть от масштаба компании. То есть, если, например, у вас небольшая компания, в которой будет 150 человек работать и вы были дженералистом, который в том числе делал сам подбор, то просто от того, что вас переменуют в бизнес-партнером, у вас ничего не поменяет. Вот это важный момент. Так же, как и появится HR-специалист, который написан здесь четвертым. Почему я тоже ее оставила? И да, это может быть. Бывают такие карьерные переходы, карьерные треки, когда ты с позиции специалиста, даже не имея такого дженералистского, когда ты отвечаешь за все на меньших масштабах, делаешь руками. Ты переходишь на позицию джуниор-бизнес-партнера, помощника старшего бизнес-партнера, можно так сказать. Хороший тоже трек для особо молодых, для тех, кто хочет перейти, для тех, кто готов обучаться, потому что, у меня даже у коллеги, она работает с сеньорным бизнес-партнером, у нее есть джун-бизнес-партнер. Джун-бизнес-партнер делает ее, как бы, тоже задачи, но они более рутинные, более операционные и выполняют успешно, погружаются, впитывают это в себя, поэтому, в дальнейшем пройти путь именно сеньорности, бизнес-партнерстве может. Почему представители операционки тоже оставили, я считаю, что это имеет место быть. Любой менеджер, который работает, исполняет свои обязанности, я имею в виду именно менеджер, как руководитель, полноценный, он так или иначе участвует в собеседовании, проводит собеседование, нанимает человека в свою команду, он смотрит и по хардам, и по соответствии корпоративной культуры, он занимается онбордингом человека, он его, да, это больше профессиональная адаптация, но так или иначе он его погружает, он занимается развитием своих сотрудников, я понимаю, что сейчас этот образ идеального руководителя рисую, но так или иначе функционал такой есть, и у меня был кейс, когда человек с предприятия, он был финансистом, и он действительно решил, я вот хочу попробовать себя в направлении чар, а возьмите меня, это, конечно, знаете, такой неочевидный, то есть карьера же у нас есть, когда ты, опять, слово забыл, горизонтальную экспертизу наращиваешь, есть вертикальная, но чаще всего эта карьера у всех идет ступенчато, то есть, да, сейчас ты так, потом так, потом так, у него это вот этот сломанный трек произошел, но очень удачно, он довольно-таки быстро дослужился до позиции директора персонала, такой, да, он там неочевидный путь, но тем не менее, он его прошел, и он был очень успешный в своем направлении, он очень классно работал и выполнял, это как, знаете, люди, которые, финансисты, когда приходят в HR, тоже там, есть, конечно, некое искажение у них на восприятии, но в связи с тем, что HR это цифры, то они очень круто этот блок отрабатывают. Поэтому пути входа в эту роль, они есть, но вам для этого важно понимать, где вы сейчас находитесь, какой у вас тип карьеры, чтобы, типа форма карьерная, чтобы определить, что нужно еще подтянуть, вы должны понимать сейчас, что внутри этой роли, что сейчас происходит в целом в тенденциях, и в том числе мы сейчас поговорим про требования и обязанностей, но, как я обещала, скажу, куда можно перейти. На самом деле, с бизнес-партнером почему-то многие считают, что это только позиция чар-директора. Да, но не только. Вы точно так же можете с бизнес-партнерством уйти в любое направление, которое есть. Да, немножко больше потребуется нароупыта там и период такой адаптационного периода, но идти ледом направление можно. Недавно была на конференции, там была девушка, она рассказывала как раз о свой кейс, она говорит, я так устала вот от этой многообразия всего, когда ты бизнес-партнер, за все про всех и про все отвечаешь. Она говорит, я вот прям ушла в рекрутмент сейчас, я работаю в нем уже типа 10 лет, что ли, она говорит, я так счастлива, вы бы знали. поэтому такое имеет место быть. Так же, как и некоторые уходят обратно в операционку, ну не в обратно, а просто в операционку, когда человек очень активно, HR, у нас произошел кейс такой, она очень активно начала участвовать в разнообразных проектах, HR, реализовывать, совершать все системы, что она прям загорелась вот этой такой айтишной идеей про даже не руководитель продукта, не руководитель проекта, а руководитель продукта, то есть вот проект, продукт-менеджер, в котором написано последний, такой опыт тоже может быть. Иногда бывает, что человек, да, уходит в бизнес, погружаясь, у меня был кейс на предыдущем месте девочка, я ушла из компании, ну предыдущей, ну на одном из мест работы, я ушла из компании, и она ушла буквально через месяц после меня. И мы же все как-то раз нам созвонились, как, она говорит, все классно, все, работаю, да, вакансий много, почему она ушла в Сбербанк. И когда мы там через полгода увидели, услышали, она говорит, слушай, а я ушла внутрь в свое направление, которого курировала. И мне так нравилась айтишка, это так все было круто, интересно, а тут эти тестировщики, я решила, почему бы нет, и обучение прошло, и вот я работаю уже внутри. И я такая, сижу, я с круглыми глазами, ну, а я и чар, бизнес-партнер, здравствуйте. Ну, то есть, такие моменты тоже могут быть. Поэтому путей много, здесь в каждом может быть еще там сеньорность, каждый уровень может отличаться, переходить ступени, могут быть разные, но пути такие могут быть. Но, как я и сказала, важно понимать не просто, где ты сейчас, твою точку, что в этой точке, куда ты хочешь прийти, кроме тенденций рынка, но в том числе и какие есть навыки, способности, образования и опыт к этой позиции. Если посмотреть сейчас на текущий рынок, то к навыкам и способностям бизнес-партнера очень много чего относят. Прямо вот, знаете, кипа, даже здесь вот пять пунктов написано, эти пять пунктов, они очень широкие. То есть, вы должны уметь писать и устно, и письменно. Вы должны писать устно. Вы должны и говорить хорошо, и писать хорошо. То есть, ваши коммуникативные навыки порядка, ну, они очень должны быть хорошо развиты. Почему? Мы как-то даже с преподавателями курса обсуждали, что процентов 80 времени бизнес-партнерства занимают разговоры. Ты со всеми всегда говоришь. Поэтому это имеет место быть и смотрите, насколько хорошо вы обладаете писемными коммуникациями и устами. Вы должны хорошо анализировать информацию, понимать, интерпретировать какие-то альтернативные источники применять. При этом помнить о том, чтобы работать в компании, в корпорации, и есть какие-то свои правила, регламенты. Вы должны понимать оргдизайн. Без этого никуда. Без нас партнер очень много работает со структурой, со, грубо говоря, нормой управляемости. Да, у вас есть центр экспертиз, вы всегда можете задать туда вопрос. Но когда к вам придет ваш, например, заказчик и скажет, так, мне всех начальников отдела сделайте первую руководителями направлений, веди под ними отделы. И вот я людей переведу, мы дадим им денег. Это просто кейс мой недавно. Я сижу, так и думаю. Смысл? Объясни мне цемь всего происходящего. Для чего нам это? Да, то есть, как у нас под руководителем направлении может быть два начальника отдела, у которых в подчинении будет по три человека. Ну, что за бред, да? Поэтому начинаешь вот какие-то альтернативные инструменты придумать. Поскольку задач много, задачи чаще всего со сроком вчера, тайм-менеджмент наше все, поэтому тайм-менеджмент тоже в себе прокачивайте. Ну, и, конечно же, цифры. Аналитика цифры, бизнес-партнер, он очень много работает с фото, чаще всего из него отвечает, с численностью персонала, с KPI с метриками. Да, вам все равно дополнительно центр экспертизы всегда поможет и обратиться, но реализовать, принимать решения это делаете вы. Поэтому такое должно быть. Относительно образования опыта, то сейчас на рынке хотят видеть вот эти 8 лет опыта, но я бы так категорично к ним не относилась, потому что опыт бывает разный, опыт бывает очень хорошо прокачанный, когда смотрят на именно ту область, в которой ты работал, поэтому стандартные вот эти вот истории про 3-5 лет это мог. Образование считается, что сейчас, поскольку вся вот эта система прослаживания бакалавра будет достаточно, при этом у вас должны быть практические знания какой-либо дисциплины, одной, нескольких, двух, при этом подборную все области и в том числе вот это вот законодательство, моменты, которые у нас всегда меняются, они, ими тоже нужно обладать, потому что сначала история с дистанционкой была, потом вот эта вся военная, антивоенная призывная история началась, ты всегда какой-то, ты всегда что-то должен знать, поэтому такие моменты есть, это нужно помнить. Есть исследование, ой, господи, не Галлопа, по-моему, для Галлопа. В общем, одного из агентств, таких курирующих, лидерских в области HR, они говорили про профиль самого бизнес-партнера и такое мнение распространенное мировое, что для того, чтобы HR, вот просто HR, мог вырасти до полноценного бизнес-партнера, важны лидерство, стратегическое мышление, проактивность, гибкость, навыки коммуникации и знание специфики бизнеса и навыки партнерства. Вот есть такой, знаете, хороший инструмент в карьерном консультировании, когда вам нужно понять, а что мне развивать, а куда мне идти, а кто я вообще на рынке, то есть такой сам анализ провести. Модель статусной идентичности. Вы берете, открываете тот же самый Hunter, открываете вакансии, которые вам интересны, которые вы реально бы хотели, могли бы откликнуться, и вы берете эти вакансии, прям выписываете, что в них требуется, можете как-то сформировать по группам, да, например, видите, в трех вакансиях уже там про уход, пишите там, ведение фото, и сбоку вы выписываете, кто вы, в роли кого вы выступаете. Вы здесь новичок, вы специалист, вы эксперт или вы уже консультант. И вот по тем областям, в которых вы новичок или специалист, это те области, которые вам еще нужно прокачивать. Соответственно, вы для этого берете открытые источники информации, либо дополнительные учреждения образования. Ну, то есть, это такие, прямо, знаете, модель статусной идентичности, инструмент, который вам поможет прямо функционально понять, что для себя развить, чтобы в эту роль прийти, что прокачивать. Если же говорить про компетенции, то мы немножко подальше поговорим о том, как развивать, с какими инструментами их, но я бы хотела здесь, на этом слайде, сконцентровать ваше внимание про знание специфики бизнеса. Вот, ключевая вот эта история про стратегичность и про бизнес, она есть, она важна. То есть, когда ты работаешь HR-специалистом, ты не так сильно погружен в эту специфику бизнеса. И сейчас я вам предлагаю пройти такой небольшой тест, который поможет понять, думаете ли вы, как HR-бизнес-партнер. Сейчас я прочитаю сообщение от Анны в чате. HR-бизнес-партнер, численности персонала 700. Это очень много. Столкнулась с искажением восприятия своей роли со стороны бизнес-ледов. Им удобно взаимодействовать со мной по любому вопросу, даже самому мелкому. То есть, воспринимают как единое окно такой клиент и менеджер. Для них так проще, чем помнить, к какому центру экспертизии обращаться по какому вопросу. Да, передаю далее, руками, сама не делала, но порой чувствуешься чуть ли не личным секретарем. Это вот тоже история про вот это единое окно. Очень много в описании даже вакансии начинается с этого, что HR-бизнес-партнер это единое окно для всех входящих вопросов. Ань, у вас, я так понимаю, что руководитель пишет, а иногда бизнес-следы обращаются. Ладно, хоть они только, не все 700 к вам приходят. У нас, например, там личный опыт тоже, у нас есть корпоративный портал, на котором есть, не знаю, выбирай, не хочу, на любой вкус и цвет разные сервисы. Забронируй, купи картинку, скачай себе в Zoom, оформи справку, оформи выходной, почитай про детский лагерь, ну, в общем, все. А все стыдится, бизнес-партнеры приходят. У нас недавно была обучающаяся сессия, коучинг для HR-бизнес-партнеров, и, знаете, разное тоже такое восприятие. Был бизнес-партнер, который работает прямо на предприятии, то есть она не войти, она в другом сегменте бизнеса. Она говорит, а вы знаете, а я себя стала чувствовать, наоборот, бесполезно. То есть, если раньше они приходили ко мне, они мне все спрашивали, то теперь я должна их отправлять куда-то. Вот как же так? И мы все-таки сидим, избалованные московские девицы, ну это, я утрированно говорю, ну то есть мы такие, такие наоборот, хорошо, они приходят, это снимает с тебя обязанность, ты можешь сделать какие-то проекты, ты можешь посвятить свое время чем-то более приоритетному, что-то улучшить, подумать про стратегию, а то, что ты их куда-то отсылаешь, ну, к сожалению, да, это так и есть. Возможно, кстати, Аня, мы немножко снизили вот этот градус входящих нам потоков, у нас на, мы сделали пространство на конфлюнсе, есть HR пространство, где есть наша внутренняя база, где только HR доступны, и два пространства для сотрудников и для руководителей. И там ответы на все, вот обучение, развитие, вот твой бизнес-партнер, вот структура, по этим вопросам, к этому, по этим, к этому, по этим, к этому. Обучение и развитие, что у нас есть, как попасть на конференцию, как запланировать внешнее обучение, как написаться в корпоративный университет на обучение. Карьерный шаг, как подать заявку, ну, то есть, вот, все расписали, и для руководителей, соответственно, доступ только руководителям, бизнес-видам, в разделе для сотрудников информация, которая доступна сотрудникам. Там больше про соцпахеты, тоже про обучение, то есть, такие моменты есть. Чисто, отчасти, это сняло нагрузку с нас, как вот таким вот постоянным этим обращением. И остается время подумать, тем более важными проектами, незадачами. У нас вот этот момент тоже мы проговаривали, назвала стратегическая сессия нашего подразделения, какой-то небольшой ухтопик поделюсь. У нас это тоже была боль, то есть, ты постоянно в какой-то рутине, в какой-то постоянной пересонке, вот меня, знаете, бесит дни, когда куча встреч, например. Вот ты сел в 9 утра, в 6 ты такой, ага, день прошел, и я ничего не сделал. Вот просто. День прошел, число сменилось, ни хрена не изменилось. Это вот про это. Долгу ноль, встречи какие-то были, прошли, день прошел, и что? И мы очень долго, ну, как долго думали? Мы в течение сессии тоже генерили идеи о том, как быть. Мы договорились о том, что поскольку, в принципе, команда начинает работать разное время, ну, то есть, у нас гибкий формат работы, кому-то, мне удобно в 9, могу в 80, кто-то в 10, дай бог, в половине 11 может скачаться. Поэтому у нас правило, мы не ставим встречи до 10 после 5. То есть, вот у нас время для встреч с 10 до 5 часов. Пятница у нас день без встречи. У тебя в календаре забито время, тебе никто не может поставить никакую встречу, у тебя красный скайп горит, и ты в этот момент что-то делаешь, как раз вот такое проектное. Презентацию какую-то ваяешь, делаешь табличку экселевскую, безумную, с большим количеством данных. И это вот хотя бы такой один день, он тебе помогает, на тебя как-то, высвобождает от этой рутины. И я порой прям жду пятницу, чтобы можно было что-то поделать. Потому что когда у тебя вот так вот нон-топом встречи, это тяжело. А еще, как тоже один из инструментов, ставить встречи не по 30 и 60 минут, а 25 и 55, чтобы было 5 минут подышать, попить воды, сходить в туалет элементарно. Такое тоже немаловажно. Поэтому пробуйте, внедряйте такие вот небольшие фишечки, инструменты. Поэтому давайте вернемся тогда к тесту и проверим, насколько вы бизнес-партнеры. Сейчас по времени. Ага, по времени мы укладываем и все успеваем. Будет 4, 4, да, блока вопросов. Там один вопрос большой, который в себе подразумевает несколько. И вот вы прям поставьте где-нибудь на бумажке, сколько у вас плюсов получится. Первый вопрос. Знаете ли вы клиентов компании, в которой работаете? Первый ответ. Вы можете под вопрос. Вы можете перечислить 10 лучших клиентов. Вы можете назвать новых клиентов. И вы можете перечислить типичные требования клиентов о компании. Отправим себе где-нибудь на листочке, в телефоне. Если хотите, кто-то, можете в чат по этим трем подвопросам. Минус, минус, плюс, например. Можете ли перечислить 10 клиентов, новых клиентов и типичные требования клиентов о компании. Второй блок. Знаете ли вы конкурентов компании? Знаете ли вы о том, какие конкуренты являются самыми доминирующими? Можете ли вы идентифицировать конкурентов, которые предоставляют возникающие угрозы? И сможете ли вы перечислить уникальные возможности каждого конкурента? Владимир, я вижу клиентов не перечислить. Ну, а корпоративных нет, да, клиентов. Жаль. Какие самые доминирующие конкуренты? Конкуренты, которые представляют угрозы и какие-то уникальные возможности каждого конкурента, которых нет у нас. Ну, у нас, у компании, где вы работаете. Юль, ладно, не грустите. Я вижу грустную скобку. Так, третий блок вопросов. Здесь два будут вопроса. Про стратегию. Сможете ли вы сформулировать стратегию компании и участвуете ли вы в процессе разработки стратегии? Здесь именно разработка стратегии вообще компании, а не HR стратегии. Сформулировать стратегию и участвовать в процессе разработки. Ну, и последний блок вопросов об повышении эффективности компании. Знаете ли вы о возможностях, которые есть в компании? Можете ли вы перечислить уникальные таланты, навыки и преимущества компании? И сможете ли вы точно определить пробелы потребностей компании? Сразу, забегая вперед, скажу, что здесь не будет как в этом космополитене. 15-13 минусов. Нет, вам стоит развить это. Нет, это такой тест, мы использовали этот тест тоже на обучении как раз коучингу, то есть у нас бизнес-партнеров в рамках компании, в рамках группы компаний, их много. То есть у нас в IT три бизнес-партнера на сколько, ну, 1200 у нас это численность, да, со связью и три бизнес-партнера. На всю компанию у нас человек, наверное, даже не скажу, в общем, нас много. И мы тоже сидим и такие, а давайте-ка вам тест бизнес-партнеры все. И тут прям вот, я вижу, там вот Аня, Юль ставила скобку грустную. У нас, честно, я скажу, у нас было много минусов, потому что, да, ты где-то что-то знаешь, где-то к чему-то ты вообще не прикасаешься, относительно даже той стратегии. и да, к тебе приходит твой руководитель, он что-то уточняет, он что-то дополняет, он с тобой советуется, но в чистом виде ты сам стратегию не формируешь, то есть это такое косвенное участие. Если говорить про HR-стратегию, то да, ты принимаешь участие в формировании, но опять-таки не ты ее взял, написал и отнес. Такие есть моменты, но больше всех, конечно, поразила история с компанией, с конкурентами, с возможностями, и ты такой думаешь, ага. И то есть вот как бизнес-партнер, говоря про стратегию и про вот это понимание специфики бизнеса, вот это нужно знать. У нас, например, ну поскольку у нас IT внутри компании, внутри холдинга, то у нас даже было специальное обучение относительно того, как мы взаимодействуем в рамках компании, за счет чего мы живем, откуда мы берем деньги нам на проекты, как нам потом это все компенсируется, то есть чтобы понимать, да, мы внутри холдинга, мы внутренний IT, мы делаем внутренние проекты, но откуда деньги, как реализовываются, какие эффекты, когда мы получаем обратно или обратно. То есть вот такие нюансы момента. У нас прям руководитель заморочился, решил для нас, так сказать, создать такую историю и нас в это во все погрузить. Поэтому вы, если там хотите перейти внутри компании, то Мария тоже такой структурит. если вы хотите внутри компании перейти и сейчас находитесь мне на позиции бизнес-партнера, то поизучайте компанию. Вот для меня как раз история была очень такая более вот это погрузительное, ну, нет такого слова, но то есть когда ты понимаешь специфику вот этого бизнеса, как раз когда я была тренером. То есть да, ты вроде работаешь в офисе, ты там занимаешься чем-то, ты понимаешь, как варится в офисе, деньги, ты понимаешь, деньги тебе приносит бизнес, да, вот эти аптеки, но когда ты понимаешь, как они зарабатывают, как это все формируется, за счет чего, товарооборот, наценка, лайф-лайф, лайф-лайф и прочие такие термины, ебеда, и все это, конечно, да, сразу становится все более понятно. Поэтому как HR бизнес-партнер для построения своей карьеры в первую очередь используйте карьерные формы, используйте тот опыт, который у вас уже есть, и совет такой на рабочих карьерного консультанта не отрекайтесь от своего опыта, всегда любой опыт, который у вас есть, это большой плюс, и то, чем вы имеете, то, чем вы обладаете, вам сыграет в наоборот ваше достоинство, что вы этим умеете, что вы этим обладаете. Используйте для того вот этого выстраивания своей карьеры и стратегии в целом понимания роли по общим таким тенденциям, по аналитике рынка того, что есть, и по пониманию знаний. То есть такие три столпа, которые у вас должны быть, вы должны помимо самих HR процессов, вы должны понимать, что кроется за этой ролью, что сейчас на рынке, и какой у нас бизнес, какая его специфика. Могут быть какие-то индивидуальные там особенности, нюансы при построении карьеры, когда вы в другом городе, у вас возможности меньше, вы, допустим, не рассматриваете удаленную работу, или, например, когда вы хотите перейти в новую сферу, вы работали в ритейле, хотите в IT попасть, или, наоборот, вы были в IT-рекрут, но теперь вы хотите именно в бизнес-партнерство. То есть вот такие вот нюансы, их важно помнить, и важно их помнить при составлении своего индивидуального плана развития для бизнес-партнера, который есть. У нас в рамках курса это прям отдельный большой урок, мы разбираем тоже там полтора часа, а перед этим мы активно разбираем как раз компетенции. То есть у нас есть урок и про эмоциональный интеллект, про системное мышление, про переговоры, когда прям вот в эту тему погружают для того, чтобы понять, а как, а правильно ли в том же направлении я работаю, в том же направлении я иду. поэтому третий такой завершающий теоретический модуль это как раз ИПР. Я думаю, что вы, как и чары, это слово слышали очень много, много-много раз в плане индивидуального развития. То есть это документ, который содержит в себе цели, способы, инструменты для развития вас в сотрудниках, если вы внутри компании, и если вы как составляете дуальный план развития для себя, то, да, это ваша стратегия развития вас как специалиста в определенной области, определенной сфере. Какие цели есть у ИПР? Ну, конечно же, если в рамках компаний, корпораций это удержание сотрудника и развития, это возможность преемственно планировать кадры, мотивация более слабых сотрудников на лучший результат, экономить средства, привлечения и развития новых специалистов, профилактика неожиданных увольнений и развитие внутреннего и внешнего HR бренда. Если говорить про цели ИПР именно в разрезе себя, то это осуществление карьерной стратегии, это получение инструментов для достижения конкретной цели и развития себя как профессионала, в том числе это такой помощь в держании фокуса. То есть, например, как карьерный консультант, ты все равно с клиентами составляешь планы индивидуального развития. Если приходит человек, который говорит, что я хочу стать бизнес-партнером, мы проводим аналитику того, где он сейчас, а что нужно, и фиксируем это точно так же в плане индивидуального развития. Поэтому, когда у вас есть ИПР, это всегда плюс, потому что ты имеешь четкий план развития, ты можешь получить, даже если ты индивидуальный план составляешь себе для себя за пределами компании, ты всегда можешь претендовать на лучший, больший рост и получить вот это повышение гораздо быстрее, чем коллеги. Ты можешь получать доступ к каким-то другим дорогим иногда эксклюзивным программам учения, иногда ты тратишь на них собственные деньги и покупаешь, но вот это вот получение систематизации, это всегда систематизация знаний, это всегда плюс. Ну и, конечно же, для продвижения на внешнем рынке труда ИПР поможет. Я сама в обучении, ну, как студент, да, то есть я там постоянно все равно училась, и в какой-то момент я перешла тоже в историю дистанционного обучения, дополнительные курсы, и я, честно, первый раз поняла, скажу так, это было очень давно, послушала какой-то марафон, было все классно, все круто, думаю, а схожу-ка я на это обучение. И отчасти, когда я уже все оплатила, я включила холодность, грамм, думаю, зачем мне это, я так не имею, все знаю, но каково было мое обучение, не обучение, удивление после обучения. Я думаю, ничего себе, вот это я вроде все знаю, и вроде такой дженералист, который уже давно работает, и в этом, и в этом, и в этом, в принципе, а тут мне рассказали еще к этой же теме вот столько-то, вот столько-то нового, вот про это я вообще ничего не знала, мне это дали, и в целом, как у меня сложилась система в голове по всему, уложили, при этом ты имеешь кучу дополнительных материалов, при этом ты имеешь огромный нетворк, и это вот прямо действительно плюсы любого дополнительного обучения, которое ты включаешь в свой ИПР. Но у ИПР есть тоже риски, потому что, когда вы его составляете, то не всегда вы можете правильно рассчитать вот эти вложения, здесь очень нужно так четко, правильно умом и проводить аналитику, поэтому проводите анализ сравнений денег, если вдруг вы как сотрудник внутри компании поняли, что вы вложились, но получилось так, что вы уходите, это может быть, да, компания деньги потеряет, если она вас вложила, но иногда компания себя обезопасивает договором, но если вы про себя, то здесь, конечно же, плюс вы всегда можете вовне уйти гораздо дороже. Какой порядок? У вас всегда должна быть ключевая цель, если это в рамках компании, то это цель компании либо ваша карьерная стратегия, вы определяете свой потенциал, вы определяете ваши цели, составляете программу, фиксируете сроки. Чем вы можете ИПР свой наполнять? Здесь большое разнообразие, почему-то всегда считается, что только обучением, дополнительными курсами нет. Не только. Курсы, безусловно, да. Книги, литература, статьи, открытые источники, какие-то подкасты, тоже да. Самый, наверное, такой хороший, полезный, и, видите, там, самый кружочек большой, это задача на рабочем месте. Почему-то многие к этому относятся скептически, но даже на текущем месте, в текущей вашей позиции вы можете брать на себя задачи, которые вам помогут развиться, и которые вы можете включить в свое резюме как достижение, как вашу задачу, и при дальнейшем рассмотрении вас как кандидатура это будет тоже плюс. При этом, если вы чувствуете, что вам нужен какой-то эксперт, можете взять коучинга или ментора, вы можете на текущем работе или взять какой-то фриланс-проект и реализовать его, ну и, конечно же, больше практиковаться. То есть вот уже вроде бы там шесть, но таких разных инструментов, которые нам помогут наполнить свой ИПР. Это вот один из примеров ИПР, которые мы составляем на учебе. Это шаблон, который есть в рамках домашнего задания, и мы его прямо там, наши студенты его составляют. То есть важно прописать ту компетенцию, которую ты будешь развивать, тот базовый мотиватор, который работает на то, чтобы ты эту компетенцию развил, какой-то стяжелаемый результат от его обучения, прокачки, и сами инструменты. То есть вот, вы, например, понимаете, что вам нужно для позиции HR-бизнес-партнера, вы провели вот эту всю аналитику, что вам нужно тоже припить себе аналитику. Поэтому вы прокачиваете свою сильную сторону, научитесь считывать сложные метрики работы с бюджетом и флот, при этом вы понимаете, что результат вашей прокачки будет, что вы на рабочем месте сможете реализовать дашборд со всеми HR-метриками, например. И для этого вам нужно пройти дополнительные курсы, прочитать литературу, книжку, но всегда, когда вы составляете план индивидуального развития, помните о том, что у вас должны быть реальные сроки, не нужно себя загонять в два месяца, за эти два месяца пять книг, два проекта на работе, плюс еще какое-нибудь обучение, нет. Прокачка идет где-то год, за этот срок две компетенции вы можете прокачивать, ну, две-три такое считается оптимальным. И тоже помните о том, что должны быть реальные сроки, реальная стоимость. Не забывайте, что вы, в принципе, работаете еще на текущем месте у вас есть работа, у вас есть задачи. Иногда нужно отдыхать, поэтому всегда индивидуальный план развития, он должен быть очень реалистичным, вот я бы так сказала, и не перетруждайте себя им. Для того, чтобы, ну, рассказала уже проставляющие ИПР, ну, например, я сегодня говорила, да, что есть вот эти требования к бизнес-партнеру, как их развивать, например, что вы можете делать. Если вы понимаете, что у вас таким западающим компетенцией является коммуникация, то коммуникация, она является вообще базой для всех софт-скиллов, и она помогает вести любые переговоры, находить какие-то решения, нестандартные, стандартные, разрешать конфликты, и вам ее нужно развивать только тем, чтобы больше общаться, прям больше разговаривайте, берите инициативу на каких-либо там собраниях, совещаниях, используйте техники активного слушания, они очень простые, но они помогают очень в работе. Вы можете какие-то проводить рабочие группы, например, не знаю, у вас там прошел какой-то проект, взяли, инициировали, а давайте мы проведем ретро, что нам нужно продолжать в этом процессе делать, что нам нужно улучшить в этом процессе, а что нам стоит прекратить в этом процессе делать. Вот вы инициировали, вы высказались, вот вы вроде уже даже поговорили. если вы боитесь, лучше для вас эта история про почитать, как завоевывать друзей, и оказывать влияние на людей, можно почитать. Например, про активность, как ее развивать. То есть про активность мы сегодня говорили, что это про ваши действия на шаг вперед, что-то не сейчас в моменте, на перспективе. Поэтому нужно брать больше ответственности и пробуйте предлагать новое введение. Не бойтесь, что у вас может что-то не получиться, что-то получится не с первого раза, что-то там выгореть, так сказать. Поэтому пробуйте хоть небольшие что-то поменять, предложить какую-то идею, обговорить ее, подумать, почему да, почему нет, а давайте попробуем, давайте пилотируемся, посмотрим на результаты. Ну и опять-таки как книга, которую можно почитать, 7 данных эффективных людей. Кови там как раз проактивность привел. Гибкость. Гибкость та компетенция, которая сейчас очень нужна, полезна за счет, не за счет, а в связи с вот этой скоростью изменений постоянно меняющихся. И здесь важно помнить о том, что вы при помощи гибкости в себе развиваете возможность поиска вот этих альтернативных решений, альтернативных инструментов. Поэтому при решении любой задачи пробуйте задать себе вопрос, а как бы я решил и мог бы сделать это по-другому. Пробуйте браться за какие-то новые незнакомые задачи, которых вы раньше не делали. Просите обратную связь у руководителя, у проектного менеджера. Не стесняйтесь быть к ней открыты, и если любите читать, то почитайте, как люди думают. Поэтому вот такими инструментами вы можете в том числе развить себя, чтобы сделать вот этот шаг к карьере HR бизнес-партнёра. Поэтому есть ли у вас вопросы по теме ИПР, по теме компетенции, потому что теоретически это был последний блок, и я сейчас посмотрела на часы, понимаю, что я немножко опять подзателила. Я хотела вас просто познакомить с командой курса и с программой курса. Для этого нужно будет сделать вот так и сделать вот так. Должно быть видно. Как ты думаешь, стоит ли развиваться в компании, в которую ты не очень веришь, но в которой можно развивать компетенции? Если нет других альтернативных путей, они чаще всего всегда есть, то можно. Но история, когда твои компетенции, компетенции, не компетенции, а сама атмосфера, те корпоративные компетенции с компанией не совпадают, результат будет не такой. То есть не будет такого стимула, такого желания, такого стремления что-то поменять. Тем более, если ты не сильно веришь в эту компанию, то есть, наверное, какие-то претенденты, почему так происходит. Возможность связана с тем, что какая-то инициатива отвергается. И тут ты можешь столкнуться с тем, что вот у тебя есть идея, ты что-то хочешь, что-то делаешь, а там все так а вот и нет. Поэтому вообще нет ценностей стратегии всего такого. Мне от этого прям очень грустно, как адаптироваться без них. Но вот эта история как раз про такое, это ведет к какому-то знаете, не к выгоранию, а к потере живого интереса и веру в профессию. Вот когда ты, прям когда компания не та, немножко не твоя, бывает такое, то получаться все не будет так успешно. поэтому как рекомендация и совет все-таки посмотреть в сторону другой компании. Если говорить про наш курс, про курс IT HR бизнес партнер, то вы можете посмотреть более подробно и ознакомиться с нашим лендингом. Наш лендинг, он всю информацию владеет, все, что нужно, все есть. У нас ближайший поток стартует уже в следующий четверг, 25 апреля. Все обучение занимает 5 месяцев. За эти 5 месяцев есть одни каникулы, и уроки проходят два раза в неделю. То есть так же, как сегодня мы собрались во вторник в 8 часов и в четверг в 8 часов. Урок идет полтора часа, и урок идет в онлайне. Это такой плюс. Я бы так сказала, я там сама чаще всего сталкивалась с больше обучением в записи, когда ты смотришь, а потом там через 4-6 уроков у тебя открытое есть вопросов и ответов. Имеет место быть, но поверьте, когда у вас вот такое вот живое общение, а мы все встречаемся в зуме, у всех открытый микрофон, у всех камер, ты в любой момент задаешь, ты спрашиваешь, у тебя группа студентов, которые начинают сами делиться своим опытом, ты задаешь вопрос преподавателю, у него есть такой опыт, у студентов может быть другой, и вы вот вместе генерите, поэтому уроки в онлайне это очень круто, но поскольку все мы заняты, все работаем, бывают какие-то личные обстоятельства, урок записывается, и в этот день, крайне, следующий день выкладывается в личном кабинете, вы можете всегда все посмотреть, причем выкладывается урок, выкладывается, ну, запись урока, выкладывается чат урока, презентация урока и дополнительные материалы, которые были, и все вот эти уроки, они хранятся у вас бессрочно, то есть чаще всего все-таки школа оставляет право студенту после окончания у вас доступны уроки, вообще в любой момент берете и пользуетесь, это имеет место быть. Это наш руководитель курса Кирилл Вренюк, человек с богатейшим опытом, с реализацией безумно крутых проектов в IT в HR, поэтому прям его слушать одно заглядение, это правда. Вы можете почитать, для кого этот курс подходит, он подходит для всех категорий, то есть если вы действующий бизнес-партнер, если вы дженералист или специалист, если вы только начинаете, если вы лид какого-то направления, если вы хотите попасть в бизнес-партнерство или вы бизнес-партнер, но не войти, обязательно приходите, потому что про IT столько нюансов, столько особенностей рассказывается, это вот прям дорогого стоит. Если говорить про формат обучения, я вам рассказала, про программу. Сначала мы погружаемся в IT, есть прям уроки, которые вам рассказывают про, да, в целом, IT и HR бизнес-партнеры, но потом начинается про методологию разработки и кто такой HR для IT. Кирилл рассказывает это очень подробно, я сама слушала уроки, думаю, как круто, особенно методология разработки, сразу понятно, что, какие команды, где и как. Затем мы переходим в цифры, говорим про что такое вообще IT в компании, какие есть, какие есть формы IT-шных компаний. Мы говорим про направление аналитики, про CMB и автоматизацию, которая так или иначе есть. Касаемся темы стратегии и корпоративной культуры, и здесь 5 уроков, то есть про стратегии жизни компании, это как раз то, о чем сегодня говорили, что бизнес-партнер, он на стыке корпоративной культуры однозначно. Давайте вот так наразделу, а то мне кажется видео на экране, что очень мелко. Мы говорим про кадровый план на основе цифры данных, про корпоративную культуру и артефакты и отдельный урок про то, что бизнес-партнерами являются проводником культуры бизнес-юнит о том, как, какими инструментами это делать. Про HR-процессы. Это самый насыщенный блок с точки зрения количества уроков, потому что здесь и КДП, и бренд работодателя, и рекрутмент, и онбординг, и эффективность CMB, и well-being, и развитие L&D, и talent management, и трансформация в условиях кризиса, и ELC. И тоже мы рассматриваем вот эту трансформацию жизненной пути сотрудника. То есть такой самый большой, самый насыщенный блок. При этом есть блок отдельный, который посвящен повышению эффективности. Здесь мы говорим про коммуникации вертикальной, горизонтальной и про employee-friendly среду, как ее создать, какими инструментами. Затем переходим к трансформации HR, а именно чем отличается продуктовое и проектное мышление HR-бизнес-партнера, и какие могут быть артефакты HR-продукта, когда вы его реализовываете. А затем от таких более теоретических моментов, связанных с областью HR, мы переходим к вам, говорим про эмоциональный интеллект, про переговоры, про переговоры, на такой воркшоп проводим, про системное мышление и в целом продвижение HR-бизнес-партнера. И последние уроки у нас посвящены как раз проектной работе. Мы сначала выбираем тему, я рассказываю о том, как выстроена домашняя работа, отвечая на ваши вопросы, которые возникают, изучаем проект и подводим итоги курса. Проектная работа, она представляет собой проектную, ну, проектная работа представляет собой проектную работу. Это работа по трансформации HR. Вы выбираете какую-то функцию или какой-то там подпроект с реальной вашей компании, с предыдущей компании, которую бы вы хотели. Вы можете выбрать тему, одну из предложенных, но лучше все-таки быть ближе к практике и прям защищать по тому, по всему, что вы прошли, что изучили. Чтобы не было такого, знаете, прям как снег на гул этот проект, как обычно связывает со с... Бывает, да, когда на учебе в конце семестра такой экзамены. У нас в рамках курса у вас есть домашки к урокам и есть домашние задания, которые к урокам теоретически, вот прям, да, мы пообщались, например, про EVP, да, про бренд работодателя поговорили на эту тему, у вас есть домашка к этому. Но в рамках этой же домашки есть еще подпункт по проектной работе. И вот таких проектных домашек на протяжении учебы несколько вы их выполняете, и к проектной работе вы выходите уже с готовой работы. поэтому программа насыщенная, очень такая полная, можно ее там получить более подробно, но, в принципе, мне кажется, про каждый момент мы рассказали. Защитили проект, получили сертификат, получили удостоверение о повышении квалификации, и вот вы с дипломом. Кирилл, наш руководитель курса, он сейчас работает в Самокате. Полина Русакова, она у нас является одним из преподавателей, а также она является руководителем курса IT-рекрутер. Она сейчас работает в RedMed Robot. Синьор бизнес-партнер была, господи, она была и директором по персоналу, то есть такой очень большой опыт. Ань Киселева, она сейчас работает на Рудуве, она работает бизнес-партнером. Ну, про себя я уже рассказала, останавливаться там больше не буду. Любовь Решетникова, она работала в Яндексе, сейчас она поменяла в TripSite, ушла HR-директором, работает. И Настя Бычкова у нас является таким руководителем направления HR в ОМК ИТ, Объединенная Металлургическая Компания, и является сертифицированным коучем по всем практикам. Поэтому преподы все-таки преподы, преподаватели все действительно так сказать практикующие, вовлеченные и с реальным опытом. Поэтому приглашаю вас 23-го на открытый вебинар про искусственный интеллект, который проведет наш руководитель курса, и есть вот дополнительные уроки, которые были. если вы обучаетесь от компании, то вы можете поставить заявку на корпоративное обучение и закончить, ну не закончить, а вы можете оплатить обучение через компанию. Такое тоже имеет место быть. Такое тоже может быть. вот, возвращаясь к возвращаясь к презентации, которая у меня есть, почему-то она не хочет запускаться, что же такое. сейчас момент, а я открыл это. Вот, с того момента, на котором мы закончили. Поэтому про учебу я вам тоже, да, рассказала, как из чего состоит, как что есть, линит мы с вами посетили, поэтому дополнение, которое обещала, бонус про карьерную информацию, а что же там реально сейчас происходит на рынке бизнес-партнер. Ну, если так кратко и полно, то сейчас это код. Если сейчас говорить про рынок, то порядка тысячи места вакансии открыто, при этом из-за этого количества, тот самый небольшой опыт от года до трех, он порядка 350 вакансий содержит. И в Москве вакансий 900. Ну, чаще всего, да, все-таки вакансии в Москве открываются, но в том числе и вакансии имеют место быть удаленным. Поэтому тоже такое бывает. Да, бизнес-партнеры бывают удаленным. Если говорить про зарплату, то зарплата, да, разница по данным HeadHunter от 130 тысяч рублей до 350 тысяч рублей. Это в нет ежемесячно на руки. Да, это, конечно, с учетом премии, дополнительных бонусов, но и 350 это тоже не порог. Сейчас, да, около 220, это такая средняя заработная плата на руки, которая есть в укладной части у бизнес-партнеров СОК. Поэтому рынок хороший, предложений на самом деле много. Я помню, у меня был период, когда я искала работу не самое лучшее время, скрываешь Hunter, а там по вашему запросу 600 вакансий. Ты понимаешь, из этих 600 еще будет половина тех, которые тебе точно никогда не подойдут, поэтому 1700 цифры хорошие. Действительно, есть где развернуться, есть компании вакансий, предложения, которые найдут именно вас, тем более вы теперь знаете, что в этой профессии внутри, какая у вас карьера, какой рынок, какие есть компетенции, как себя можно прокачать, в чем можно прокачать. Поэтому я думаю, что успех не заставит тебя ждать. Основными задачами бизнес-партнера по данным Hunter является как раз доведительная атмосфера среди сотрудников и менеджеров в этом совмещении, проекты в области HR, это очень наговорило, что порядка 30% вас будут занимать проекты, стратегическое партнерство, о котором мы сегодня много говорили, бюджет подразделений, без него никак HR это цифры, проекты, реорганизации, реструктуризации подразделений и функций, орг-дизайн наше все. Помогать команде бизнеса принимать решения касающихся людей, активно помогать сотрудникам с адаптацией, мотивацией, обучением, развитием, то, что мы про все и везде. И то, о чем сегодня писала Аня, отвечать на бесконечное количество вопросов. Почему, зачем, что это, куда пойти, где спросить. Ань, видите, это прям это наше все. Требования. HR от года. Понимайте все ключевые HR процессы, грамотно выстраивайте профсфункциональное взаимодействие, партнерские отношения, общаетесь на языке цифр, реализуете трансформацию HR процессов, аналитическое мышление, проактивная жизненная позиция и неспособность оставить задачу на полпути и доводить важные для проекта, важные для проекта, важные проекты до конца. Поэтому требования и такие, которые есть к этим позициям, они очень понятны, очень четки, можно тоже себя по ним проанализировать, поэтому мне кажется, что мы с вами прям максимально полноценно сегодня погрузились в роль бизнес-партнера, в карьеру бизнес-партнера, пути входа, даже про выходы поговорили про компетенцию, поэтому я хотела вернуться к целям, которые мы ставили в начале вебинара, это было формирование понимания роли бизнес-партнера, и как мне кажется, мы это понимание четко сформулировали, мы проговорили про пути входа, которые есть, все их особенности и нюансы, и проговорили про инструменты развития в этой роли, и про активность, и коммуникабельность развития, и какое есть обучение, и как себя по матрице проверить статусной идентичности и про стратегическое понимание поговорили, поняли сразу, а что нужно мне еще доразвить, поэтому все цели, я считаю, что очень круто и максимально мы выполнили, поэтому я хочу вас еще раз пригласить на наш курс, стартует он 25 апреля, 4 месяц, это вторник, следующий открытый урок будет в это следующий четверг, а урок будет открытый во вторник, да, вот, все правильно, в днях недели запуталась, поэтому приходите, обучайтесь, у нас правда интересно, круто и очень насыщенно, и я, как и говорила, у вас в чате закреплено, и я постараюсь сейчас продублировать ссылку на вот у нас здесь есть, есть ссылка на опрос, который нужно пройти, поэтому пройдите, пожалуйста, если вам не сложно, и буду вам благодарна, если напишите пару слов, дадите пару реакций о сегодняшнем уроке. Увидел огонечек и сердечко, отлично, класс, спасибо вам, тогда жду, спасибо. опрос откроется только если вы залогинены на сайте отуса, то есть если вы придете на него, откройте, то тогда ссылка откроется, поэтому про это тоже помните, это такой немаловажный момент. Вам спасибо еще раз, спасибо, спасибо, я поняла, можно было не справлять, приходите на следующий открытый урок, вам спасибо, что писали, отзывались, делились, информация, это всегда очень твенно, поэтому извиняюсь за задержку немножко, почти 15 минут, но лучше так, чем я бы бежала и что-то не рассказала, поэтому вам еще раз всем спасибо, приходите на открытые уроки, приходите на курс и всем пока.